А в Златоусте сотрудницы полиции вызвали школьниц на футбольный поединок. Товарищеским матчем решили отметить 8 марта. Соперницами дам в погонах стали победители Кубка Новотек, чемпионки Уральского федерального округа по мини-футболу. Кто одержал победу в схватке, расскажем в нашем сюжете. Болельщики предлагают футболистам пользоваться служебным положением. Конечно, в шутку. Против сотрудниц полиции играют школьницы. Юных спортсменок напугать не так-то просто. Они уже дважды становились чемпионками Кубка Новотек и Уральского федерального округа, обходя десятки команд соперниц. Хорошо будем играть. Всех порвем. Полицейские Златоуста решили провести товарищеский матч в честь 8 марта. Соперницы выбрали сильнейших молодых футболисток области. Команда 34-й школы в прошлом году впервые участвовала во всероссийском финале соревнований по мини-футболу, где стала бронзовым призером. А в этом году девочки снова попытают счастья в Москве. Так что победить их задача непростая. Но трудностей дамы в погонах не боятся. В обязательном порядке для сотрудников физическая подготовка нужна. Потому что и работа у нас связана с физподготовкой, где и бегать надо, где и прыгать. А так как я еще и с собакой работаю, мне вообще положено вдвойне заниматься физподготовкой. Площадку, на которой идет матч, школьницы выиграли сами. Это приз за победу в соревнованиях на кубах «Новотек». Турнир среди школьников – шаг к большому футболу. «Новотек» проводят в области при поддержке регионального министерства образования и науки уже 4 года. В последнем сезоне число участников было беспрецедентным – 800 команд. До финала добрались 56. Победители определяли в четырех возрастных категориях среди мальчиков и девочек. И лучшие команды традиционно получают главный приз – поле для мини-футбола с искусственным покрытием. Сегодня в области газовой компании построено уже 15 таких полей. А те, кто выигрывает дважды, могут попасть на международные соревнования. В товарищеском матче с полицией школьницы Златоуста в очередной раз подтвердили звание лучших. Они разгромили соперничь в погонах со счетом 5-0.